Новости продолжает эфир канала 24KZ. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Новости продолжает эфир. Новости продолжает эфир. Новости продолжает эфир. В ближайшие 10 дней сложная обстановка сохранится. На местах уже принимают меры по ликвидации последствий паводка. Об этом президент сказал на встрече с эвакуированными жителями области. Глава государства назвал ситуацию общенациональным бедствием и указал на то, что всем госорганам следует излечь из этого серьезные уроки. В тяжелое время мы сейчас переживаем все. Это общенациональное бедствие. Но, с другой стороны, положительные признаки уже налицо. Вода постепенно уходит. Я думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими. Но уже сейчас мы думаем и принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий бедствия. Как я уже говорил, правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы. Каждой семье выплатят компенсации за испорченное имущество. Тем, чьи дома не подлежат восстановлению, построят новые, а также подведут к ним всю необходимую инфраструктуру, пообещал Касым Жомар-Тукаев. Президент поручил госорганам отменить все имиджевые и другие крупные мероприятия. Деньги направят на помощь пострадавшим. Сейчас это приоритетная задача. Мы мобилизуем все финансовые средства, которые имеются в распоряжении государства. Вы, наверное, слышали, что я отменил крупный международный форум с тем, чтобы сэкономить финансовые средства. Кроме того, мы сократим расходы, бюджет всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, это всемирные игры, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во всемирной выставке в Токио. Сейчас это решение было принято. Там речь шла о том, чтобы Казахстан строил свой собственный павильон. Я отменил этот план. Мы просто арендуем там площадь и покажем то, что мы можем показать на всемирной выставке. То есть, другими словами, сэкономить средства. То есть, средства, прежде всего, будут направлены на то, чтобы компенсировать все расходы, личные, государственные, связанные с этим бедствием. Мы благодарны, что мы лично приехали, контролировали ситуацию с Панком. Своими силами помогали, укреплять дамбы, волонтеры помогали, военные помогали, мы очень старались. И в Ромзавод, и в Отбору. Ну, очень много работы было проделано. У меня вот на районе свой маленький бизнес на Возичи подвели. Хотелось бы узнать, как будет с этим... Бизнес, естественно, пострадал, да? Да. И мамы, и среди, и мамы пострадали. Мы поможем вам. Более того, это задача, которая стоит перед правительством и перед местными исполнительными органами. С этим мы разговаривали на эту тему. Все это дело мы обсчитаем. Безусловно, окажем в том числе. Вот я вам, президент, говорю. Президент поручил проанализировать все причины возникновения этого бедствия. Глава государства указал на то, что стране не хватает системы раннего предупреждения подобного рода явлений. Существует и дефицит соответствующих специалистов. Я, как только все это началось, сказал, что как минимум несколько уроков нам надо извлечь из всего этого. Первое, это то, что у нас не хватает системы раннего предупреждения подобного рода. Если не хватает соответствующих специалистов, сейчас на ходу буквально принято решение о подготовке кадров гидротехников. У нас в Казахстане и другие уроки, безусловно, надо извлечь. Я вам благодарен за то, что вы с пониманием восприняли все эти трудности. После глава государства осмотрел Петропавловский гидроузел. Объект, построенный больше 50 лет назад, регулирует сток реки Есель, обеспечивая заданный режим накопления и пуска Сергеевского и Петропавловского водохранилищ. Как сообщил Аким региона, обильный поводок этой весной образовался из-за талого стока реки Есель и прихода воды из Акмолинской области. Особенностью половодия также стало формирование ледяных заторов, которые вызвали резкое повышение уровня воды. Президенту также показали пункт управления, который помогает отслеживать обстановку в режиме реального времени. Это разведывательный беспилотный летательный аппарат, способный каждые 2-3 часа выдавать информацию на карте в 2D-формате, а также дрон со встроенной тепловизионной камерой для мониторинга за изменением паводковой ситуации. Сегодня оба водохранилища работают согласно штатному расписанию. Каждый день уровень воды на Сергеевском водохранилище уменьшается, а на Петропавловском наблюдается пик. Вот уже 5 часов стоит на одном уровне. Ожидаем, что в течение недели ситуация стабилизируется. В завершении рабочей поездки Касым Жумар-Тукаев встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами, которые помогают пострадавшим. В регионе открыли оперативный штаб волонтеров быстрого реагирования. Здесь проводят обучение и координацию работы больше 2,5 тысяч добровольцев. В борьбе с паводком также задействованы сотрудники местных предприятий, которые предоставляют спецтехнику и другое необходимое оборудование для того, чтобы строить и укреплять плотины. Я поддерживаю волонтеров, объявил 2020 годом волонтеров, и не только как президент, но и как гражданин. И еще до того, когда я приступил к выполнению своих обязанностей в качестве президента, я поддерживал волонтеров, будучи сотрудником организации объединенных наций, потому что это же глобальное движение. Поэтому я желаю вам успехов. Президент отметил сплоченность жителей региона во время чрезвычайной ситуации и выразил благодарность всем неравнодушным, вовлеченным в борьбу с природной стихией. Сабина Балашкина, 24 КИЗ. Посетил президент и пострадавшую от паводка в Кустанайскую область. Глава государства совершил облет потопленных территорий, встретился с жителями и предпринимателями региона. О чем говорили на встречах, расскажет Дина Рабдирова. Большая вода в Кустанайский регион пришла в конце марта. В шести районах области объявили ЧАЭС. Все силы спасатели бросили на эвакуацию жителей подтопленных районов. Сегодня вода отступила. Президент специально приехал в регион, чтобы лично убедиться, что ситуация стабилизировалась. Больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов области. Подтопленными остается 51 дом. Также размыты 4 моста, 7 участков дорог. Повреждено больше тысячи опор линии электропередач. Сейчас все под контролем, уверил глава региона. Аким области доложил о состоянии водохранилищ и отметил, что сейчас обеспечивается контролируемый сброс воды. Я приехал специально, чтобы встретиться с вами, увидеть вас. Я понимаю, положение тяжелое, непростое. Все ресурсы, которые имеются у государства, направляются на решение соответствующей задачи. Я как президент вижу свою риоритетную задачу в том, чтобы оказать максимальную помощь вам, пострадавшим от этих паводков. Самое главное, компенсации. Они будут выпущены. Более того, те, кто потерял, утратил жилье, или подтопило, или нужен ремонт, все эти средства на реализацию данной задачи будут выделены. Никого в беде не оставят, подчеркнул глава государства. За каждым регионом закрепят крупных казахстанских предпринимателей. Они окажут содействие в устранении последствий наводнений. Эти паводки у нас еще больше сплотили. Потому что первые минуты мы немного растерялись перед большой водой. Но потом немного собрались, и мы начали помогать своим соседям. Тут молодежь вышла, волонтеры приехали. Еще кроме этого соседи начали друг другу помогать. И вы знаете, когда мы почувствовали поддержку государства, предприниматели, просто неравнодушных людей, они помогали нам всем, чем могли. И мы тогда восприяли духом. Нам стало намного легче. Встреча с населением проходила в оперативном штабе, развернутом в Кустанайском районе. Здесь подтопило больше ста домов. В административном центре в городе Тобл незамедлительно открыли эвакопункты. Президент отметил, что возвращаться в подтопленные дома небезопасно. Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры. Кто захочет остаться на месте, но при том условии, что оставаться в опасных местах ни в коем случае нельзя, тем людям мы будем строить типовые дома. Проекты этих типовых домов имеются. Они хорошие. Они, кстати говоря, были опробованы здесь. Но теперь мы их улучшили. Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета. И, можно сказать, до зимы. Я поставил задачу перед правительством, чтобы именно в эти наступающие летние месяцы, а также осенью, было развернуто все строительство и полностью ликвидировать последствия. Побеседовал глава государства с предпринимателями и волонтерами. Они оказывали посильную помощь ликвидации последствий паводка. Среди них руководители крупных предприятий региона, местные представители АНК и студенты. Здесь находятся меценаты. Я очень вам благодарен. Это зов души. Это ваша гражданская ответственность. Вы все это делаете не для наград, а по зову своего сердца. Но, с другой стороны, как руководитель государства, я должен отметить вас. У нас есть люди, которые входят в список Форбс. Очень крупные предприниматели. С ними будет проведена беседа на предмет их закрепления за каждой областью, районом, селением и так далее. Мы участвовали во всех мероприятиях, которые связаны с паводком. И мы предоставили еще помещение, где расположен был штаб. Я был удивлен, как эта беда сплотила наш народ. Мы практически работали и акиматы, и госслужащие. Президент также обратился с благодарностью к волонтерам. На встречах с жителями области Касым Жумартукаев затронул и другие актуальные вопросы. Так, глава государства сообщил, что отменит решение по изъятию цайгаков из популяции. Их президент назвал символами казахской степи. Динара Абдирова и Даулет Кебраев, 24КЗ. В районе Ватерек Западно-Казахстанской области укрепляют берега. Возвели уже 26... ...потопления. Сейчас 20 населенных пунктов, где живут 22 тысячи человек. Для сельчан подготовили пункты временного размещения. Транспорт для эвакуации населения подготовлен. Скот перегоняем в безопасное место. Пункты временного размещения подготовили в сельских школах, а также в домах культуры. Там же выделили кабинеты для бытовой техники сельчан. Для их перевозки местные акиматы организовали грузовые машины. Солдаты Минобороны, Нацгвардии и МВД из разных областей республики пришли на помощь пострадавшим от паводка жителям Западно-Казахстанской области и Уральска. Многие вернулись на малую родину спасать земляков. Напомню, пик паводка ожидается в Уральске 19 апреля. В берегу укрепительных работах задействовали более 6 тысяч человек. Шемкенские спасатели отправились на помощь коллегам в Атараусской области. 47 человек личного состава с техникой направлены на запад. Они будут возводить временные дамбы. Часть группы будет работать в городе Кульсары. Другая часть направилась в населенные пункты Алмалы. В Шемкенте сейчас работает и круглосуточный штаб, который координирует все работы. Тревогу вызывают обильные дожди. Под наблюдением горные массивы Толибийского и Казыгуртского районов решено было сделать дополнительные водоотводящие каналы. В связи с, как видите сами, с обостряющейся ситуацией с паводками в нашей республике, нами также еще раз подготовлен уже третий эшелон, который по первому указанию будет также направлен в регионы, где имеется опасность паводок. Октябинцы сплотились для оказания помощи пострадавшим от паводков. Волонтеры и просто неравнодушные жители помогали эвакуировать людей, спасали с затопленных территорий домашних животных, готовили и развозили горячие обеды для тех, кто сооружал защитные дамбы. Добровольцы помогают и сейчас. Наталья Салькова расскажет больше. Нигмет Леов с первых же дней паводков вместе с другими участниками клуба внедорожного туризма эвакуировал жителей с затопленных территорий. У них есть общая группа в мессенджере с волонтерами и представителями экстренных служб. И как только появлялось сообщение о том, что кому-то необходима помощь, ее неравнодушные жители старались оказывать оперативно. Не везде службы ДЧС с большой техникой могут, допустим, доехать, добраться. Наши машинки-то поменьше, ну, при том проходимые, да, потому что мы занимаемся спортом. У нас очень много подготовленных машин, которым, в принципе, не страшна глубокая вода, грязь. А когда эвакуировать приходилось на лодках, на помощь приходили рыбаки. Волонтер Жанбалат Мунушев работал с ними бок о бок. Спасали людей и животных и днем, и ночью. Ни о погодных условиях, ни о времени, говорит доброволец, никто не думал. Работали сплоченно, организовывали даже дежурство вблизи подтопленных территорий. Патрулировали даже, можно сказать, ждали заявки. Некоторые отказывались. Эвакуировались? Уже затопило, все равно сидят, отказываются. Три-четыре собаки освободили, потому что они там на цепях, на будках сидят, хозяев нету. Тоже их освобождали, на сушу выпускали. К эвакуации людей подключились и водители. Они бесплатно перевозили семьи из мест подтопления в пункты временного размещения, либо к родственникам. А уже после добровольцы развозили и продолжают это делать до сих пор гуманитарную помощь. Продукты питания, предметы гигиены, одежду, которую приносят неравнодушные жители, доставляют пострадавшим от паводков. Есть группа, в которой состоят водители газели. Мы не могли оставаться в стороне. Те, кто был свободен, приезжали, помогали. Волонтеры отмечают, что ситуация с паводками в очередной раз показала, что чужой беды не бывает. И в случае необходимости на помощь нуждающимся приходят сотни неравнодушных людей. Жители села Састубе в Туркестанской области опасаются экологической катастрофы. Все из-за того, что канализационные стоки там начали сливать в местные водоемы, а оттуда в реку. Насосную станцию, которая должна откачивать нечистоты и отходы, сдали эксплуатацию в регионе всего 4 года назад, но она уже сломалась. Катерина Попкова разбиралась в проблеме. Уже несколько лет в селе Састубе не могут добиться, чтобы канализационно-очистные сооружения нормально заработали. Из-под этого колодца вытекает зловонная жижа и мыльная вода, говорят местные жители. Насос сломался, как говорит охранник. Эти стоки сейчас выливаются через крышку и уходят в реку. С этой реки пьют скотина воду. А эта река еще в оконцове заливает в русло реки Арысь. С тем, что зловонные стоки губят реку, жители мириться не намерены. Они боятся экологической катастрофы. Этот объект изначально вызывал у местных негодование. Весь поселка, диаметр сотка труба на Тарталама. Здесь сотка труба на весь поселок. Разве можно ставить сотую трубу? А потом, вспоминают люди, начались перебои в работе. Сейчас техника заросла паутиной. В сельском окемате заявили, объект, на который с бюджета потратили 360 миллионов тенге, действительно не работает. В этом году окематель Кубасского района захотел передать очистные сооружения на баланс села. Но там отказались принимать. В связи с тем, что этих денег не стоит, 366 миллионов тенге. На сегодняшний день по устранению неполадки очистительных сооружений не устранено. Мною, Акиматом Сатебинского округа, неоднократно было направлено письмо на имя Акимат Тургубасского района Нуржан-Джахстал-Кулу из Телева о том, что мы не согласны принимать очистительные сооружения. Электрощита, насосы, ничего не работает. Канализационная система стала предметом спора в суде. Районный отдел жилищно-коммунального хозяйства обратился туда, потому что посчитал, что подрядчик не в полном объеме выполнил работы. Иск был подан в январе 2022 года. Суд обязал подрядчика исправить работу. Тот вернулся на объект. Но спустя время вновь выявлены недочеты. На данный момент гарантийный срок не истек. И в Акимате сообщают, что вновь пойдут в суд. Этот объект теперь решено передать на баланс ГКП Тураркенцу. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахамбек Муратов, Туркестанская область, 24КЗ. В столице стартовала вторая неделя масштабной экологической акции. Она пройдет под названием «Киэля Микен» и будет посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. Динара Абдирова продолжит тему. В столице продолжаются субботники. На этот раз горожане приведут в порядок исторические здания и культурные памятники. Накануне жители Астаны очищали от мусора парки и дворы. Как общественный фонд вышли со своими волонтерами, с бабушками, с молодежью убраться именно в нашем парке. Это для нас символично, потому что мы живем в этом районе и хочется дарить красоту, чистоту и порядок нашему молодому поколению. Теперь горожане начнут приводить в порядок фасады исторических объектов. В Астане есть 50 культурных памятников и больше 30 исторических зданий. Акцию поддерживают деятели культуры, спортсмены, волонтеры, депутаты Маслихата и представители общественных неправительственных организаций. В стране организована большая экологическая акция, которая направлена на благоустройство и озеленение городов. Мы не остаемся в стороне. Будучи жителями столицы, мы принимаем активное участие. Хотим внести свой вклад и привести город в порядок. Примут участие в ЭК-акции медийные личности. Они вместе с горожанами приведут в порядок аллею писателей, памятники Кире и Минжанибек, Канышу Садпаеву и прилегающую к ним территорию. Напомню, несколько дней назад в столице стартовала республиканская экологическая акция «Таза Казахстан». Каждая неделя посвящена определенной тематике. В планах провести работы по озеленению города, благоустройству дворов, где живут ветераны и очистить от мусора окрестности водоемов. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.